Сегодня из Эйлинга «Звездочки» торжественно вывели новый траулер. Рыболовецкое судно предназначено для переработки и уникально быстрой заморозки рыбы. «Койда-2» будет производить до 12 тонн рыбного филе ежедневно. И это при скромном экипаже в 20 человек. Кому достанется такой траулер, знает Наталья Аскерко. От поморов с любовью. С такими словами администрация «Звездочки» и компаний партнеров выводит из Эйлинга новое судно. Средний морозильный траулер «Койда-2» после 10-летней паузы в строительстве готов к испытаниям. Его заложили на «Звездочки» в 2001-м, но через год, когда судно было готово на 96%, заказчик от траулера отказался. Впрочем, установленное еще тогда оборудование актуально и сегодня. Оборудование промысловое, оно импортное. Мы провели необходимый комплекс мероприятий, чтобы его, скажем так, восстановить и подготовить к работе. Траулер строили совместно с рыбаками и для рыбаков колхоза «Освобождение». У организации это судно станет третьим, но самым современным, с водоизмещением до 911 тонн и максимальной скоростью в 11 услов. Уже с 90-х годов не было обновления флота. Наши суда, которые на сегодняшний момент мы эксплуатируем, они построены в 80-х, 90-х годах. Они не только морально, но уже и физически устарели. А это судно, оно будет и экономически выгодно. Так что далеко такое богатство от родного моря не уйдет, шутят создатели. Будет работать в Баренцево. Впрочем, район плавания у судна неограниченный. Траулер выдержит волнение в 5-6 баллов, стерпит даже шторм. Это доказали предшественники КОИД-2, траулеры Ягры и Архангельск. Корабли очень органичные, очень экономичные. И качество продукции на этих кораблях самое-самое высокое. Это признали все ведущие рыболовные потребители мира. Главной целью траулера станут донные породы рыб – треска и пикша. Фабрика на борту будет производить до 12 тонн филе европейского качества и 8 тонн разделанной рыбы ежедневно. Сегодня стоимость, она значительно ниже той стоимости, которая предлагается в зарубежных компаниях. Но замечания и предложения очень правильные. То есть мы, безусловно, должны сегодня работать над тем, чтобы и накладные расходы, и стоимость, стоимостные показатели, они были за счет более эффективной и более совершенной организации труда, были доступными. Шампанское аборт КОИД-2 сегодня разбилось только с третьего раза. Но работники «Звездочки» уверены, судно не из таких, чтобы верить в приметы. Свой безопасность траулеры уже доказали. Ее проверят на швартовных испытаниях, а в сентябре КОИД-2 уже передадут мизинским рыбакам. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.